Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, спасибо. Раз передача называется «Линия жизни», я подумал, вот попробую-ка я линию жизни эту изобразить графически. Я начал ее чертить, потом в конце я запутался, но я объясню. Вот здесь написан 1932 год, это год моего рождения. Мой отец был ответственным секретарем газеты «Коммунисты Джекистана», и это было в городе Душанбе. Ну, нормальный журналист, не очень высокий, не очень маленький в смысле должности. Вот до 1936 года жизнь наша шла более-менее нормально. В 1936 году моего отца арестовали и осудили на 5 лет за то, что он в частном разговоре сказал, что ему кажется, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя. Вообще-то во всем мире можно когда-нибудь, а в одной отдельно взятой стране ему кажется, что нельзя. За то, что ему так казалось, ему дали 5 лет, он 5 лет отсидел, все 5 лет. В 1941 году он был освобожден. С 1941 вверх поднял эту линию, но опять-таки с 1941 до 1941. В мае 1941 года отец мой освободился, в июне 1941 года началась война, его на второй или на третий день взяли в армию. Он ушел на фронт, я опять прочертил линию вниз. В 1942 году мы были в эвакуации, вернулся отец после тяжелого ранения. Он был в первые месяцы войны тяжело ранен, но я поднял опять линию вверх. Это все условно, потому что иногда я путаюсь, не знаю, куда эту линию везти. До 1943 года было ничего, в 1943 году мы жили в Куйбышевской области, там начался дикий голод, примерно как в Ленинграде. Также люди умирали, падали на улицы, значит, я опять вниз начертил. В 1944 году я в колхозе жил уже в это время, в Вологодской области. Мои родители все время переезжали с места на место. Кончил я там четвертый класс в сельской школе, а до этого я кончил только первую нормальную школу. Первый, потом во втором, третьем не учился, в 1944 кончил четвертый класс и пошел сразу с таким образованием в пастухи. Стал пастухом. Паст сначала телят. Пасти телят – это вообще жуткое дело, если, думаю, что тут нет ни одного человека с таким опытом. Но если кто-нибудь пробовал, тот может подтвердить, что, вот, например, пасти коров – это милое дело. За ними ходишь, они на одном месте стоят, пасутся, переходят с места на место. А телят я пас на опушке леса. Они, как только их укусит какой-нибудь насекомый, они сразу хвастают вверх в лес и по лесу в разные стороны разбегаются. Вот. Ну, я написал такую ровную линию, примерно до 1945 года, в 1945 году конец войны. Значит, естественно, я поднял это вверх. Потом опять вниз опустил, потому что, ну чё, я пошел в ремесленное училище. Два года я там учился. Получил специально столяра краснодеревщика. Дело это я крайне не любил, потому что эта профессия требует особой педантичности. Например, если работаешь столяром, надо все делать очень аккуратно. А я человек неаккуратный. Надо табуретку простую сделать. Вот надо сначала сделать ножку, чтобы она была точно квадратной, чтобы каждый угол был 90 градусов. Будет 85 градусов угол, вся табуретка перекосится, уже ничего не получится. Я, например, сразу стремлюсь к концу. Если я пишу роман, мне сразу хочется уже куда-то в конец заскочить, и я заскакиваю. А в столярном деле это нельзя. А потом возвращаюсь, да. В столярном деле это нельзя, надо вот всё, постепенно. И я очень не любил, и потом с удовольствием перешёл из столяров в плотники. Там просто топором машешь, большие гвозди такие забиваешь, и работа простая. Вот. Я опять нарисовал линию вверх, потому что в 50-м году я учился в Запорожском аэроклубе, летал там на планере, летал, как говорили мне, очень хорошо. Я был полон надежд, я очень хотел стать лётчиком. В 51-м году окончил 7 классов в вечерней школе, но меня не приняли в лётную школу. И меня взяли в армию, я стал рядовым солдатом. Вот я в 51-м году опустил опять эту линию вниз до демобилизации. Ну, демобилизация, вот некое освобождение от армии, я немножко вверх приподнял. В 60-й год у меня был самый-самый успешный вообще в жизни. В 60-м году, в сентябре, я поступил на работу на радио, на Всесоюзное радио. До этого я жил в Москве и жутко бедствовал. У меня денег не было, я ходил в таких встопнанных башмаках, в протёртых брюках, там бахрома висела. И кроме того, я брюки каждое утро смотрел на свет, не продырявились ли они. Но однажды я шёл со своим приятелем, он сам был немножко литературный человек, и литературные знакомые были. И мы шли с ним в каком-то метро, и вдруг навстречу нам идёт некто Ян Полищук. Такой был в то время, в 50-х, 60-х годах, писатель-сатирик. Он нас остановил и говорит, ребята, мне нужен кто-нибудь молодой, талантливый, без больших амбиций на малую зарплату, на должность младшего редактора. Тогда этот мой приятель, вот Костя Семёнов, его звали, он говорит, вот, говорит, молодой, талантливый, без больших амбиций, на любую зарплату согласен. Вот. Тот мне говорит, как, ты согласен на тысячу рублей? Тысяча рублей – это до реформы 61-го года были немножко больше, чем сейчас тысяча рублей. Ты, говорит, согласен? Я, чтобы не ударить грязь лицом, я говорю, что, ну, мне было бы интересно попробовать такую работу. И меня взяли с испытательным сроком в редакцию сатиры и юмора, когда я подготовил первую передачу и понёс главному редактору, тот прочёл мои материалы и говорит, у тебя вообще чувство юмора есть? Я говорю, я не знаю. Он говорит, по-моему, нет, выкинь, говорит, всё это в корзину. Я выкинул в корзину, понял, что меня скоро уволят. Но тут понадобилась песня на космическую тему. Одна из наших редакторов звонит по телефону. Я вижу, она звонит каким-то известным поэтам-песенникам. Матусовскому, Исаковскому, Далматовскому, Ашанину. Звонит и, да, и говорит, что ей нужна космическая песня. Потом я смотрю, все и отказывают. Я говорю, что такое? Вот, говорит, я прошу, чтобы написали космическую песню. Вот. Они спрашивают, а сколько времени я им даю? Я говорю, ну, две недели. Они бросают трубку сразу. Не хотят. И оскорбляются. Говорят, песня – это вообще серьёзный жанр. Поэтому, да, её надо выносить, вымочить. А вы вот, да, думаете так, за две недели несерьёзно относитесь. Я говорю, что, Наташа, а давай я тебе напишу эту песню. Тебе ж всё равно терять нечего. Она говорит, ну, да. А тебе сколько времени нужно? Я говорю, завтра принесу. Вот. Я её принёс. Она так посмотрела, взяла хмуро, так читала, читала. Потом ничего не говоря. Не сказала мне хорошо, плохо. Набрала номер. Оскар Борисович, записывайте. Я вам диктую потрясающий текст. Оскар Борисович Фельдшман написал музыку в тот же день. И в тот же день был вызван артист Владимир Трошин. Мы записали эту песню. На другой день она уже была знаменита. Заправлены планшеты, космические карты. И штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас ещё в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны, ракет. Омчат нас вперёд от звезды до звезды. На пыльных тропинках далёких планет Останутся наши следы. На пыльных тропинках далёких планет Останутся наши следы. И после этого меня из радио никто не выгонял. И даже не заставляли меня делать передачи. А только всё время заказывали песни. Я песни писал каждый день почти. Ну, во всяком случае, каждую неделю. Не меньше, чем по одной песне в неделю я писал примерно с сентября до февраля месяца. А потом перестал, бросил и ушёл, и уволился. А уволился потому, что тогда же, тоже в сентябре 60-го года, я принёс в «Новый мир», в журнал «Новый мир», принёс свою повесть, которая называлась «Мы здесь живём». Первую свою повесть. И тоже я пришёл туда с улицы. Там сидел и редактор, которая меня не знала. И я её не знал. Она говорит, что вам угодно. Я говорю, вот принёс повесть. Она говорит, повесть принесли. Очень хорошо, отнесите её в секретариат, к секретарю, пусть там зарегистрируют. Я говорю, нет, я к секретарю не понесу. Она говорит, почему? Потому что я знаю, что будет потом. Вы потом отдадите внештатным рецензентам. Ваши внештатные рецензенты, они как читают? Они читают по диагонали, как говорят. Потому что им платят 3 рубля за прочитанный печатный лист, за 24 страницы прочитанных им платят. Поэтому ему некогда читать невнимательно. Он, значит, быстро хочет свои 3 рубля, помноженные на количество страниц. Я говорю, я прошу вас лично прочесть. Она говорит, но у меня нет времени, я человек занятой. Я говорю, но у меня к вам просьба, прочтите первые 10 страниц. Если не захотите читать 11-ю, тогда вернете мне молча, и я уйду. Вот. Это было в начале недели. В конце недели я получил телеграмму, прошу срочно зайти в редакцию «Нового мира». Я пришел в «Новый мир», и там уже вся редколлегия прочла мою повесть, и включая Твардовского, и они очень извинялись передо мной в сентябре, что повесть не может попасть в последний номер того 60-го года в декабрьский, а вот никак вот не могут они напечатать ее раньше первого номера 61-го года. Значит, это у меня был самый, может быть, успешный, во всяком случае эмоционально самый такой насыщенный год, когда вот мне везло просто чрезвычайно. Вот. Спасибо. Я вам коротко сейчас доскажу. Этот успех у меня продолжался до 68-го года. В 68-м году я подписал какие-то письма в защиту сначала Синевского Даниэля, потом Геннсбурга и Голландского, и у меня все пошло вниз. Меня все мои книги запретили, все публикации, мне объявили строгий выговор в Союзе писателей, потом дальше, дальше все время шло вниз, потом мне еще объявили строгий выговор с предупреждением, строгий выговор с последним предупреждением. В 74-м году меня исключили из Союза писателей. В 80-м году я вынужден был покинуть Советский Союз. Ко мне пришел человек из КГБ, который сказал, Владимир Николаевич, я уполномочен вам заявить, что терпение советской власти и народа кончилось, и если вы не сделаете из этого вывода, ваша жизнь здесь станет невыносимой. А поскольку она уже была до того невыносимой, в 80-м году я покинул Россию, Советский Союз. Но в 75-м году полная версия Чонкина была опубликована на Западе, и сразу Чонкин был сразу не только опубликован, огромными тиражами в разных, но переведен на многие языки, на 30 языков почти подряд. Так что положение моего тела было такое неважное, а положение моих книг было очень хорошее. И вот так вот я поэтому раздвоил эту линию. Да, потом был 89-й год, когда Чонкин впервые был опубликован в Советском Союзе. Тут тоже я поднял линию вверх. Потом мне вернули гражданство, которого до этого лишили в 81-м году. И вот в 94-м году, на старости лет, мне уже было 62 года, я вдруг свихнулся и начал писать картины. Я как-то сидел, сидел перед компьютером, и я знал, что мне надо писать. Я пишу обычно на компьютере. Но мне вдруг стало скучно. Сижу перед компьютером и все, я ничего не пишу. А в это время моей жене, мы приехали из Мюнхена в Москву, а моя жена в Мюнхене преподавала литературу и русский язык немецким студентам. Она приехала, студенты приехали, у нее был день рождения, и студенты подарили ей на день рождения картинку на терморт, такой розы на окне. Картинка мне эта очень не нравилась. Но снимать ее тоже как-то неудобно. Но однажды, когда жены не было, я побежал, у нас рядом был пищебумажный магазин, и там продавался набор школьных красок, такой вот маленький, масляных, ученических. Я побежал туда, купил этот набор, купил кисточку, быстро-быстро перемаливал фон на этой картине. И вдруг смотрю, заиграла картинка. Заиграла и стала просто совсем другая. Я так удивился, думая, дай-ка я попробую сам себя. Сел перед зеркалом и начал вот так вот, стал все себя изображать. Потом смотрю, получается тоже похоже, да? Похоже так, криво вообще. Вот одна там рука у меня вот такая, другая такая, но похоже. А пока я писал этот автопортрет, краски кончились. Ну, я думаю, надо же, ну, еще куплю, еще куплю эту коробочку. Побежал, еще купил коробочку. Портрет дописал, а опять краски остались. Ну, что же, их выкидывать, что ли? Ну, думаю, да, еще чуть-чуть натюрморт какой-нибудь попробовал. Попробовал натюрморт. И так, одно за другим, и вдруг я сошел с ума. Я не преувеличиваю, это как новая вспыхнувшая любовь была. Я, между прочим, совершенно не думал, что у меня будут выставки, или что будут мои картины по телевидению показывать. Я был просто ошеломлен. Мне было все равно, признает меня кто это, не признает. Мне просто этот процесс нравился. И мне снились картины. Ночью мне снилось, я вскакивал и опять к холсту. Сначала, причем я стеснялся холсты, я только бумагу покупал. Потом какие-то и ящики там картонные. Просто я думал, ну как, холсты я не могу. Ну, кто я такой, чтобы на холсте писать? Если я буду на холсте, значит, я воображу, что я действительно художник. Но потом обнаглел, стал покупать холсты, стал писать на холстах. Ну, вот это вот все. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот критик Бенедик Сарнов, он хотел меня перебить. И если бы он перебил, то я бы вам не договорил свою биографию. А так я вам ее почти всю изложил. Правда, я остановился на 94-м годе. Ну, пока что вот примерно у меня ровная линия идет. Я хотел мешаться, потому что, мне кажется, Владимир Николаевич немножко тут, значит, превратил линию жизни в автобиографию. Но линия жизни – это немножко другое. Бывает, что линия жизни складывается как-то сама собой. Непонятно даже как. А вот Войнович, он принадлежит к тому редкому типу людей, кто сам выстроил свою линию жизни. Сам определил. Вот все повороты его судьбы – это был его сознательный выбор. Одна из первых вещей Войновича, напечатанной в Новом мире, и принесшая ему даже, ну, не даже, а неизмеримо большую славу, чем его первая повесть, была маленькая повесть или большой рассказ. Он его назвал «Кем я мог бы стать?». А в редакции это название не понравилось, и они ему поменяли, и назвали «Хочу быть честным». Значит, там у него был эпиграф к этому рассказу, совершенно неизвестного мне австралийского поэта Генри Уоллеса. Не бог, без какие стихи. Вот они так, примерно, звучали. Я по памяти, значит, их записал. «Богат и горд осанкой, тот я, кем я не стал. Давно имеет в банке солидный капитал». И вот рассказывает о своих успехах, о том, какой он стал, знаете, успел в жизни. Да, Ген, извини, пожалуйста, я все-таки... Давай я тогда прочту это стихотворение, потому что я его помню. После меня. Там важные слова-то и пропусти. Хорошо. Почему это называлось «Кем я мог бы стать?» Потому что там слова этого Генри Лоусона были такие. «Когда печаль и горе, и боль в груди моей, и день вчерашний черен, а завтрашний черней находится немало, любителей сказать, а жизнь его пропала. А кем он мог бы стать?» Богат и гордосанкой. И дальше, пожалуйста. А кончался у него примерно... «Тот я, кем я не стал, давно имеет в банке солидный капитал. Ему почет и слава, и слава и почет, но мне-то слава права, никак не подойдет. Мой друг, мой друг надежный, тебе ли того не знать. Всю жизнь я лез из кожи, чтобы не стать, о Боже, тем, кем я мог бы стать». Хорошие стихи. Хорошие. Вот, значит, я не знаю, какие это стихи, но ясно совершенно, что Владимира Николаевича они привлекли не своими поэтическими достоинствами, а смыслом, который ему очень подошел. И смотрите, что получается. О, как я лез из кожи, чтобы не стать. А на самом-то деле все было как раз наоборот. И у героя рассказа, и у самого Войновича ситуация складывалась прямо противоположным образом. И ему вовсе не надо было лезть из кожи, для того, чтобы не стать карьеристом, там, секретарем Союза писателей и так далее, и так далее. Для этого ему надо было только оставаться самим собой, что он и делал. И, грубо говоря, мысль несложная моя заключается в том, что вот этот его характер, неуступчивый, резкий, ну, паршивое слово из советского лексикона, другого сейчас не могу найти, но принципиальный такой, вот этот характер определил вот эту его линию жизни и всю его литературную, писательскую и человеческую судьбу. Да. Если можно, два слова хотел бы сказать. Ну, скажи два слова. Юрий Наумович Кушак. А когда... Он известный детский поэт и, кроме того, составитель антологии, сатиры и юмора. Бендик Михайлович отметил главное – самородок. И в самом деле человек, который сделал себя сам. Наивно, может быть, чуть детски, а может быть, просто под глубокой совестью, вот не очень веря в себя, он заставил себя писать стихи ежедневно. Ты целый год писал по стихотворению. Нет, больше, больше. Больше даже, да? Я писал... Это невероятно. Ты просто помогал Господу Богу осуществить свою судьбу. Понятно, спасибо. Вот сказал Юрий Наумович, что я писал каждый день стихи. Это когда я начал, когда я начал писать стихи в армии. Поскольку у меня не было литературного образования, да вообще у меня было образование, семь классов, когда я начинал, вот, я понимал, что научиться можно только путем упорной тренировки. И поэтому я поставил себе задачу писать вот каждый день не меньше, чем по одному стихотворению. Это стихотворениями вообще нельзя было назвать. Это было то, что я писал в начале, это был ужас. Вот. Но я писал все равно. Я знал, что это очень плохо. Ну, я писал, писал, писал. Потом я заметил, что это уже не очень плохо, а просто плохо. Потом я заметил, что уже вообще-то, можно сказать, неплохо. И писал я каждый день, вот, не меньше, чем по одному, а был у меня рекорд 11 стихотворений в день я написал. Вот. Так писал я пять лет, вот, подряд примерно. Когда у меня напечатали первую прозу, вот, в 61-м году, я все свои стихи, почти все, выбросил. Просто не выбросил, даже сжег. А оставив только несколько. Но когда вот эта песня моя, я верю, друзья, караваны ракет, прозвучала, и когда Хрущев ее пропел с трибунной мавзолея, все, ко мне тут же кинулись. То мои стихи никто печатать не хотел, а тут прямо из всех редакций мне звонили, значит, все предлагали страницы журналов, газет, и типографские возможности, чтобы книжку издать. Но я книжку не хотел издавать, и я, в конце концов, разрешил, дал несколько стихотворений в газету «Московский комсомолец». И вдруг скандал. Что такое? В газете «Красная звезда» появляется реплика, там и кусок этого стихотворения напечатан, написано, что это ужасные стихи, пошлые, не наши, чуть ли не антисоветские. Я думаю, с чего бы это... Но мне рассказали. Оказывается, это стихотворение, когда оно было напечатано, оно попало на глаза министру обороны маршалу Малиновскому. Маршал Малиновский прочел эти стихи, возмутился, он сам, между прочим, пописывал стишки. Возмутился, приехал куда-то в главпур, собрал политических генералов, прочел это стихотворение и сказал, эти стихи стреляют в спину советской армии. Стихи такие. В сельском клубе разгорались танцы, Требовал у входа сторож дед, Корешки бухгалтерских квитанций С карандашной надписью «Билет». Не остыв от бешеной кадрили, Танцевали, утирая пот, Офицеры нашей эскадрильи С девушками местными фокстрот. В клубе поднимались клубы пыли, Оседая на сырой стене, Иногда солдаты приходили И стояли молча в стороне. На плечах погоны цвета неба, Но на приглашение солдат Отвечали девушки, Не треба, батчики охочий да девчат. Был закон взаимных отношений В клубе до предела прям и прост. Относились девушки с презрением К небесам, которые без звезд. Ночь, пройдя по всем окрестным селам, Припадала к потному окну, Видевшая виды радиола, Выла, как собака, на луну. После танца в лампочке гасились, Девичьих ладоней не пожав, Рядовые молча торопились, На поверку, словно на пожар, Шли с несостоявшихся свиданий, Зная, что воздастся им сполна, Что применит к ним за опоздание. Уставные нормы старшина Над селом притихшим ночь стояла, Ничего не зная про устав, Целовали девушки устало, У плетней женатый комсостав. А тут меня опять на два месяца Взяли в армию, Чтобы сделать из меня Политического офицера. А служба моя состояла в том, Что я ездил по частям И выступал перед солдатами. И тоже говорил им, Что я вообще-то прозаик. Я специально так подстилал себе соломки, Я говорил, вообще-то я прозаик. Но психам моим повезло гораздо больше, Чем моей прозе. Одно мое стихотворение Цитировал с трибуны мавзолея Никита Сергеевич Хрущев, А другое говорил я, Сейчас я вам его прочту, Отметил в своем выступлении Министр обороны, Маршал Малиновский. После этого замполит, Который сидел рядом со мной, Значит, он, естественно, Сразу начинал хлопать, Потом я его читал, Потом хлопали солдаты, А замполит тоже, Он как в жимке делал, Но в то же время хлопал, Потому что, И причем я же ничего не врал, Я же не сказал, Что маршал Малиновский Меня хвалил. Я сказал, отметил. Отметил, говорю, вот. И замполит тоже хлопал, Если маршал отметил, Ему же тоже, Что делать, Тоже надо отмечать. У вас вопрос был, да? Пожалуйста. Владимир Николаевич, Скажите, пожалуйста, Вот возвращаясь к теме судьбы, Вот вы считаете, Что что-то было в вашей жизни предопределено? Предопределено? Да. Я вообще должен вам признаться, Сейчас это не модно, Но я человек неверующий. Вернее, ну как это неверующий? Я знаю, что что-то есть, Чего мы постичь не можем. Я просто не верю ни в какую религию. Я не верю ни в какое представление Человеческое о Боге вообще. А в судьбу, как ни странно, верю. И у меня было два случая, Когда судьба дала мне вот точный знак, Что она есть. С ней шутить не стоит. Первый знак был такой. Я работал плотником на стройке В городе Запорожье. И занимался тем в данный момент, Что мы строили дом, И там вставляли рамы. А тут лебедка стояла наверху, И она поднимала такая деревянная площадка. Площадка на площадке, Две тачки с раствором. Вот. И, ну, я знал правила, Что под грузом ходить нельзя. Но я думаю, я никогда не видел, Чтобы вот такой груз падал. Я думаю, не может быть, Чтобы когда я буду идти, Вот он в этот момент упадет. И только я прошел лишний шаг, Вдруг это все рухнуло. Это рухнуло, и глыба, раствор, Мягкая правда, Она мне вот здесь вот все залепила. Я испугался потом, задним числом. А тут я не испугался, Я бросил лестницу, нагнулся, И стал мыть голову, К удивлению, там, свидетелей этого дела. И я понял, что нет, вообще, Мне судьба сказала, Если вот нельзя ходить под грузом, Так не ходи. После этого я никогда не ходил. У меня были случаи, Когда был выбор. Но я всегда выбирал вот такой путь. Вот. А второй похожий случай тоже был. Я, вот я вам сказал, Я учился в аэроклубе И летал на планере. Мы летали, естественно, всегда привязанными. А планер был такой еще, Без этого, Кабина была открытая. Вот просто так вот, Я сижу, голова где-то тут, Там небо. Вот. И вот я вылетел самостоятельно. И думаю, А чего я привязанный все время взял? И отстегнул это. И только я отстегнулся. Планер как ухнул куда-то вниз. И я повис. Вот я знаю, что такое состояние невесомости. Я в это время его испытал. Я так повис, У меня сиденье где-то подо мной. Вишу и соображаю, Что вот если я вот так эту ручку Чуть сюда двину, вперед, То планер войдет в пике, И я под действием центробежной силы Так вылечу и полечу Красиво, без парашюта. Вот. Да. Я как-то тут, Я тут же плюхнулся назад в сиденье, Потому что планер бросил опять вверх. Ухватился там сбоку, Вот эта штука называлась обечайка. В эту обечайку вцепился. Кое-как до земли долетел. После этого я всегда привязываюсь. Когда в самолете некоторые говорят, Да ладно, Или вот в машине говорят, Да ладно, не надо. Я думаю, нет, все-таки надо. Но судьба моя так, Она мне слишком высоко в чем-то не давала взлететь. Ну и слишком вниз не опускала. Поэтому да, вот как-то я в нее верю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, дадим слово нашему народному артисту. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала нам читал гениальный русский драматург, Комедиограф и поэт, и маженист С Есениным вместе Николай Робертович Эрдман. Он читал, он читал свою пьесу «Самоубийца», Ни разу не улыбнувшись. Вот в этой странной манере, Говоря свои необыкновенно смешные вещи, Мы хохотали, а он безулыбочно просуществовал Три с половиной часа. Мы рыдали от хохота. А он вот так читал. И через некоторое время свою пьесу по повести ХБЧ, Хочу быть честным, читал Владимир Войнович. И мы тоже хохотали. И он хохотал вместе с нами. Совсем другая манера. Вот так же раскованный по-детски, Не скрывая того, что он ребенок-переросток, Он смеялся в открытую. Тому, как хорошо получилось-то, а? Смотрите, и вы смеетесь. Это были два счастливых случая авторского чтения. У меня вот есть такое пристрастие к этому произведению, Которое связывает разные поколения. Мы долго по морю блуждали вдали. Это было написано до перестройки. Не, ну надо объяснить, что это такое. Это и сказки. Сказки для взрослых. Да, у меня были три сказки о пароходе. Пароход, который заблудился в океане, А на самом деле аллегорически Пересказывается история Советского Союза. Вот теперь все ясно. Теперь все ясно. Кому ясно, поднимите руки. Одна рука была эта. Ну какая? Да. Хорошо, тогда и в виде песни. Пусть стихи читает. Я симпровизирую. Мы долго по морю блуждали вдали от родимой земли. Искали мы светлые дали, но темные только нашли. Пам-пам. Еще мы искали, конечно, и вшей, и шпионов в себе. И делали это успешно, что видно по нашей судьбе. Еще мы стремились насилия разрушить весь мир, А затем мы много чего посносили, Теперь уж не помним зачем. И вас собиралися тоже совсем уничтожить, Но вы заморские и подлые рожи, Уж больно живучи, увы. Но дух наших славных утопий, Он в нас до сих пор не зачах. И мы вас, конечно, утопим, Как только зеленок накопим, Отъевшись на ваших харчах. Пока ж мы остались в накладе, И очень нам хочется есть, Подайте же нам, Христа ради, Чего-нибудь, что у вас есть. Ну, в общем, так, я вам скажу. Владимир Николаевич не рассказал так подробно О своем пути слесаря, краснодеревщика, Пастуха, затейника. Но все-таки я думаю, Что ему посчастливилось все-таки родиться в стране, Которая официально называлась диктатурой пролетариата. И не складывалось у других представителей Пролетарских профессий, Но все-таки один пробился, Как Ломоносов в свое время в нашей стране. Вот так Владимир Николаевич Пробился от телят Туда, где Макар телят. И мне по стене никого было. И извините за, быть может, стандартный вопрос, Но кто из русских сатириков оказал на вас наибольшее влияние? Ответ у меня простой. Как можно задавать такие вопросы, Когда вы видите всех учителей вот здесь? Это строго? Дело в том, что в литературе Можно учителями брать самые высшие образцы. Вот есть такая легенда, Что однажды к Шекспиру Пришел молодой человек И сказал, Шекспир, я тоже пишу И хочу стать таким, как ты. Хочу стать тоже Шекспиром. А Шекспир сказал, Бедный, бедный человек, Говорит, я хотел стать Богом, А стал только Шекспиром. Кем же станешь ты, Если ты хочешь стать только Шекспиром? Так вот, я хотел стать Гоголем. Я, кстати, между прочим, Когда мне присудили государственную премию, Был такой грех, Вот, я такую речь, Я там произнес в Кремле, Кто-то, Маленков, по-моему, сказал, Нам нужны Гоголи и Щедрины. Вот. А был потом ответ Поэта, сатирика, Может быть, Благова, Который, Благова, да? Нам нужны подобреющие Дрины И такие Гоголи, Чтобы нас не трогали. А я в своей речи сказал, Что если нам действительно Нужны Гоголи и Щедрины, Так пусть я буду одним из них. Вот. Да. Так, еще. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, А как вот сейчас вы относитесь К своей работе на радиостанции «Свобода»? Ну, я не жалею о ней, Потому что я объясню. Я попал, Я попал в 80-е, В конце 80-го года Я попал за границу. Меня, собственно говоря, С читателем советским Разлучили задолго еще, правда, до того. Вот. А я очень не хотел порывать связи Со своей страной, Со своим читателем. И все. И когда мне предложили выступать По радио «Свобода», Я согласился сразу и охотно. Так что советские люди Во многом, Очень многие миллионы Были наивными. И я решил, Что я, Поскольку я думал, Что я вот кое-что В своей жизни увидел, Постиг кое-что С чем поделиться. И поэтому я выступал По радио «Свобода». И нисколько об этом не жалею. Владимир Николаевич, Вы много сотрудничали С «Новым миром». Какие отношения у Вас Сложились с Твардовским? С Твардовским у меня Сложились отношения разные. Я написал рассказ, Который назывался «Расстояние в полкилометра». Я написал этот рассказ, И я отдал «Новый мир». А поскольку я был Писатель-начинающий, Я каждый раз все-таки Очень боялся. Бывало так, Я написал, Мне нравится. Но когда я шел в редакцию, То по дороге к редакции, Чем ближе была редакция, Тем меньше мне нравилось То, что я написал. И тем больше я боялся. Но все-таки Деваться мне некуда было. Я принес, Сдал этот рассказ, И было долгое молчание. Я уже приуныл. Все, вдруг мне звонит Редактор отдела прозы И говорит, Володя, Александр Трифонович Хочет вас немедленно видеть. Я пришел к Твардовскому, Он мне наговорил Столько комплиментов, Вот, Что и у меня, правда, Голова закружилась. После этого мы с Твардовским Много раз встречались, И выпивали, И песни пели. Он пел песни на белорусском языке, Потому что он там, В Смоленске, Там, где он жил, Там было много белорусов, Очевидно. И он сам был От части белорусского происхождения. А я ему подпевал Те же песни на украинском, Я знал. Вот. Да, И, в общем, У нас были отношения хорошие. И однажды он мне даже Сказал такой комплимент, Я себе уж разрешу. Он сказал, Вот я хочу выпить за вас, Говорит, Вот бывают писатели, Которые умирают, И так вроде кажется, Что он ничего, А вот он умирает, Подумаешь, И не жалко. Так я, говорит, Хочу, Я хочу выпить за вас, Когда вы умрете, Чтобы вас было жалко. Как говорил Михаил Светлов, Пожалейте меня, Мне еще предстоит умирать. Но наши отношения Довольно скоро, Я бы сказал, Усложнились, Потому что, Когда ему понравился Этот рассказ, А этот рассказ, По мнению многих, Был очень мрачный, Твардовский ожидал, Что он может принести Журналу всякие неприятности, Значит, Он мне сказал, Напишите второй рассказ, И даже, между прочим, Если он будет похуже, Хорошо, И даже чем хуже, Тем лучше. А ему, говорит, Подложим его туда, Вместе напечатаем. И я напечатал Вот этот рассказ, Или повесть, Кем я мог бы стать, Вот первое название, Хочу быть честным. Принес в Новый мир. В Новом мире Прочли, И полное разочарование, В конце концов, Очень неохотно, Они напечатали, Но они так меня уверили, Что это плохо, Что я и сам ожидал, И когда номер вышел, Я боялся показаться на людей. Я вообще ходил тогда, Часто пьянствовать, В дом литераторов, Вот. А тут затаился, И в дом литераторов не иду, Потому что, думаю, приду, Встречу там писателей, Они скажут, Ну что за дрядь-то написал. Ну, наконец, Все-таки я собрался. Первый человек, Которого я встречаю, Борис Слуцкий, поэт. Он говорит, Поздравляю вас, Вы написали замечательный рассказ. Я говорю, какой? Ну, вот этот, говорит, Хочу быть честным. А второй? А второй тоже хороший, говорит. И надо сказать, Что хочу быть честным, Это действительно имело Огромный успех. Вот театр на Таганке Захотел поставить на сцене, Со мной заключил Мосфильм договор, Я получил много Телеграмм, писем. И тогда Твардовский Очень удивился. И даже, Даже как-то Опять ко мне подобрел. Но наши отношения Потом испортились. Потому что, Когда я написал Первую часть Чонкина, Я тоже, Я пришел к Твардовскому И говорю, Александр Трифонович, Я не хочу, Чтобы это проходило Через редколлегию, А сначала хочу показать вам. Он говорит, Хорошо. Через некоторое время, Мне, Там через неделю, Мне позвонила его секретарша, Софья Ханановна, И говорит, Александр Трифонович, Вас ждет. Я пришел. Он так встал, И вот, И так вот, Ходя, Вот как я сейчас здесь хожу, Говорит, Мой юный друг. Вот. А так с оттенком презрения. Вот поскольку он не может меня назвать Володя, И в данном случае это было бы фамильярно, А отчество мое, Ну, я не знаю, Знал он или не знал, Но, в общем, Как-то тоже не привык употреблять. Мой юный друг, Я вам должен сказать, То, что вы написали, Это неинтересно, Не смешно, И не остроумно. Что у вас там в колхозе, Одни дураки, Там что-то еще. Долго-долго говорил. И потом, Говорит, Вот фамилия. Что, говорит, Это за фамилии? Таких фамилий, Говорит, Было очень много в литературе. Даваз Бровкин, Травкин, Он улыбнулся, Теркин. Вот. Да. Ну, и, в общем, Короче говоря, Сказал, Что это все очень плохо. Я говорю, Ну, я говорю, Что ж, Вам не понравилось, Не понравилось, Но вы, говорю, Так говорите, Как будто вот вы Изрекаете истину, А это не истина. Я с вами не согласен. И эту вещь я давал Очень многим людям, Которые тоже что-то понимают В литературе. Я думаю, Что я и сам уже что-то понимаю. Я с вами не согласен. Ну, вот так вот примерно. А потом ему еще дали Мой рассказ путем взаимной переписки. А тут он уже совсем, Он тогда, правда, уже болел. Может быть, Это этим объяснялось. Он написал на полях, Это был набранный текст, Он написал, Я удивлен невзыскательностью редакции, Которая допустила, Которая продвигает эту несусветную халтуру. Это уже было совсем нечестно, Потому что все-таки путем взаимопереписки, Может, нравится кому-то, не нравится, Но что это не халтура, Это каждый скажет. Тем не менее, Когда Твардовского сняли Из главных редакторов Нового мира, Я послал ему телеграмму, И, как мне сказали, Он был очень доволен, Очень обрадован, Он получил много телеграмм, Но мою отметил. Вот. И потом я его Уже совсем незадолго до смерти Встретил в доме Его соседа Владимира Тендрякова, И он сказал, Да, времена наступают суровые, Не для таких, как вы. Вы говорили, Сейчас нужны гибкие, А вы сгибаться не умеете. Так вот мы с ним на этом и помирились. Я вам еще прочту пару стихотворений. В молодости я писал стихи Мрачные с предчувствием скорой смерти. Вот. Ну, например, такое, Все то, что было молодым, Стареет, может статься, Умру почтенным, И седым, И поглупевшим старцем, Меня на кладбище снесут, И все равно не слышу, 105 речей произнесут, И в тех речах превознесут, И в классике запишут, И назовут за томом том, Что написал для вас я, Что ж, слава дым, Но дело в том, Что к нам она всегда потом, Но почему всегда потом, А не когда авансом. Когда умру я в нужный срок, Жалеть меня не смейте, Я, может, сделал все, что мог, За много лет до смерти, Но если завтра попаду под колесо машины, А то и просто упаду без видимой причины, То неужели в день такой Не пожалеют люди, Что не написанное мной Написано не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Суровый климат, Зима без лета, И не хватает Тепла и света, Неотличимы там день от ночи, И люди бродят Во тьме на ощупь, И хоть друг друга они не видят, Друг друга крепко Все ненавидят. Все злобой, Словно мочой пропахли, И сами в злобе своей зачахли, Как куст иссохший Чертополоха Не существует, А прозябает, И только радость У них бывает, Когда соседу Бывает плохо. Сломал ли ногу, Свернул ли шею, Или украли в метро бумажник, Или терпит в чем-то ином лишенье Его соседям И свет, И праздник. Так жизнь проходит Во тьме и злобе, Развлечься нечем Душе и телу, Но если кто-то Кого угробил, Тогда, конечно, Другое дело. Я вам еще одно прочту, Оно называется Философическое, Оно такое Мрачно-оптимистическое, Вот, я думаю, Оно под конец и сойдет. Живущий только временно живет, Но не живущий не живет Невременно, Освободясь от жизненного бремени, Он вечности, надежда и оплот. Он там, где есть ни жизнь, ни торжество, Ни тьмы, ни света, Ни зимы, ни лето. Хорошего там нету, ничего, Но ничего плохого тоже нету. Там нет дурных вестей, Утрат, растрат, Тюрьмы, сумы И чириев на коже. Там дрожь не бьет, И зубы не болят, Не жмут ботинки, И тоска не гложет. Там смерть и страх, Ни ведом никому, Ни храбрым людям, Ни трусливым людям. Пусть даже мир окончится ему, Тому, кто там. Конца уже не будет. Ваш предок тем особо дорожил, Такую мысль в себе лелеял гордо, Что с Пушкиным в одну эпоху жил, И с Гоголем в одни и те же годы. Что ж, за приливом следует отлив, Не всякий век талантами расцвечен, А наш и вовсе сир и сиротлив, Гордиться неким, кажется, и нечем, Но жребий исправим, Поскольку он на время жизни выпал, А помрете, И с гениями сразу всех времен В течение нежизни совпадете. Пока вы там присутствуете, Тут случится все хорошее, И даже враги все ваши старые умрут, И новые отправятся туда же. Так не тужите свой всему черед, Что наша жизнь лишь миг на перевале, Вот мини-тон, И вечность развернет Свой бесконечный свиток перед вами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, я вам очень благодарен За внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо, спасибо.